Мы решили провести небольшой эксперимент. Мы предлагали нашим зрителям в студии попробовать бутерброды. Одни были с маслом, другие были с маргарином. Мы хотели посмотреть, как они будут отличать эти бутерброды. Внимание на экран. Прежде всего мы видим, что у нас голодные зрители всегда приходят на программу. И любая провокация – это приятно. Очень интересно, что никто не улыбается в этот момент. Это просто важно. На еде. Тут какой-то мысленный процесс даже происходит. Мне кажется, это оценка. Я заметил, что женщина пробовала на противоположном столе, и ей там не понравилось. А здесь, видимо, все-таки лучше. Да, это нормально. Идите к нам. Здравствуйте, как вас зовут? Татьяна меня зовут. Татьяна, какую теорему вы решали в голове, когда пробовали бутерброд? Ну, вкусовые качества ощущала. Очень серьезные, вы поняли? Да, очень серьезные, конечно. Оценивали у вас, происходила дегустация? Да, дегустация, конечно. Ну и каковы результаты дегустации? Ну, первый стол, первый бутерброд был намазан, соответственно, маргарином. Как вы это определили? Я, во-первых, определила по цвету, потому что он был очень желтым. А масло зеленое? Да, настоящее масло, настоящее масло должно быть чисто белым. Так, это интересно. Да. А второй стол, да, было маслом, но не особо хорошего качества все равно. То есть вы хотите нас обвинить в том, что вас кормили маслом плохого качества? Нет, не плохого, но как бы я знаю, что на прилавках очень тяжело найти масло, действительно натуральное, которое соответствует там полным ГОСТам и стандартам. Все равно существуют примеси маргарина. Нам нужны такие зрители, доктор. Да, и нам не нужны такие недоброкачественные производители, которые добавляют маргарин в сливочное масло зачем-то. Да, ради. Ну что ж, Татьяна, поскольку вы так много всего знаете, как выбирать маргарин, масло, я предлагаю вам принять участие в викторине. Вы будете сражаться против нашего доктора Сергея Агапкина и узнавать неизвестные свойства маргарина. Вы готовы? Да. Прошу вас. Спасибо. Это рубрика «Продукт дня». Сегодня мы говорим о маргарине и настало время нашей викторины. В студии Татьяна, которая будет соревноваться с нашим доктором Сергеем Агапкиным. Итак, Танечка, перед вами две кнопки. Красная – это ответ «да», сиреневая – это ответ «нет». Я буду задавать вам вопросы, вы будете отвечать первые, поскольку Сергей знает все правильные ответы. Так уж у нас повелось. Помогать нам будет наш эксперт. Врач-диетолог Института питания РАМ, кандидат медицинских наук Голубева Александра Андреевна. Итак, вы готовы? Да. Мы начинаем. Пожалуйста, вопрос. Правда ли, что маргарин делают из нефти? Нет. Уверены? Да. А есть такой миф. Многие считают, что маргарин вот прямо вот из скважины, из нефти высаживают, перемалывают, красят и получается… Нет. Это действительно не так. Доктор, откуда пошел вообще этот миф? Ну, дело в том, что сам процесс изготовления маргарина, то есть гидрогенизации жирных жиров растительных, это процесс все-таки химический, он описан в большинстве учебников даже по химии. И, видимо, эта ассоциация у людей и вызывает такие мысли, что его маргарин – это чистая химия. Спасибо. Следующий вопрос. Верно ли, что в маргарине больше холестерина, чем в обычном сливочном масле? Нет. Действительно, нет. Ну, поскольку маргарин делают из растительного масла, а холестерин является продуктом животного происхождения, то, естественно, в маргарине холестерину оказаться просто неоткуда. Александр Иванович, я надеюсь, мы говорим о правильном маргарине, да? Мы действительно говорим о правильном маргарине, но здесь есть такой момент, что, в общем-то, твердый маргарин, в состав которого может входить животный жир, и тогда здесь, конечно, возможно, холестерин уже будет. Но в правильный маргарин животный жир входить не должен. Не должен, да. Поэтому надо внимательно смотреть на состав маргарина. Пожалуйста, следующий вопрос. Как вы думаете, в состав маргарина входят трансжиры? Жиры. Да. Ой, и доктор говорит, да, боже мой. Дело в том, что любые питательные вещества, они имеют определенную химическую структуру. И вот обычные жиры, они имеют определенную последовательность соединения атомов углерода, водорода. А трансжиры – это те жиры, в которых последовательность соединения, она несколько изменена. То есть получаются такие формы жиров, которых в природе не существует, и именно они и называются трансжиры. Они действительно содержатся в маргарине. Понятно. Спасибо. Да, да, да. Не будем пугаться трансжиров. Да? Пожалуйста, следующий вопрос. Как вы думаете, чем мягче маргарин, тем он полезнее? Ну вот он мягче, он полезнее. Или твердый полезнее? Да. 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 Уверена. Да. А почему он полезнее? А потому что чем, в общем, маргарин насыщают искусственным водородом, он становится жестче. А чем мягче, значит, там меньше находится вот этих вот трансжиров, там эмульгаторов, ароматизаторов и всего остального как бы. То есть он чище получается. Ну, на самом деле почти правильно, то есть я тоже согласен. То есть четыре с плюсом ставим, доктор. Ну, я бы сказал, что четыре, потому что действительно насыщенных жиров там меньше, а вот по поводу эмульгаторов совсем не факт, потому что мягкость маргарина зачастую как раз достигается введением туда большего количества воды, а для того, чтобы держать воду в масле, приходится применять большее количество эмульгаторов. Сандрин, я так понимаю, что полезнее покупать мягкий маргарин? Это действительно так, и в мягком маргарине содержится наименьшее количество трансжиров, чем, например, в твердом или в традиционном маргарине. Спасибо. Если бы все зрители такие были образованы, как вы, Татьяна. Представляете? Пожалуйста, следующий вопрос. Как вы думаете, маргарин содержит меньше жиров, чем в масле? Нет, не меньше. Не меньше? Не меньше. Не меньше. Почему, доктор? В действительности, конечно, и масла, ну, например, сливочное масло и маргарин, они бывают разной степени жирности в зависимости от содержания воды. Но, в принципе, сказать, что маргарин радикально отличается по количеству жиров от масла, в общем-то, нельзя. Потому что, фактически, по содержанию жиров они более или менее идентичны. То есть, там, в районе 82% жирность. Другое дело, что жиры эти, они несколько отличаются у маргарина и у сливочного, например, масла. Александра Ивановна, все-таки, чем же, прежде всего, маргарин отличается от масла? Давайте подведем какой-то итог. Ну, маргарин, в общем-то, уже об этом говорили, это продукт, который получен на основе растительного масла. Холестерина там, ну, не должно быть, если туда не входит небольшое количество животных жиров. Чем мягче маргарин, тем, естественно, лучше, поскольку там меньшее количество трансжиров. Но по жирности, в общем-то, как доктор сказал, это действительно абсолютно правильно. Жирность сливочного масла примерно составляет 82,5%, а маргарина 82%. То есть, практически они одинаковые по жирности продукта. Спасибо большое. Ну что ж, Татьяна, вы были на редкость точны в нашей викторине. Честь вам и хвала, спасибо вам большое. Спасибо. За то, что вы были сегодня с нами. Но мы еще не все узнали о маргарине, и будем о нем говорить в рубрике «Продукт дня». Мы продолжаем говорить о самом главном. Это рубрика «Продукт дня». Мы продолжаем говорить о маргарине. Мы так поняли, что это дешевый заменитель масла. А вот интересно, если он заменитель, то состав такой же, как у масла? То есть, приближенный к нему? Мы можем увидеть состав маргарина, если посмотрим на экран. Давайте это сделаем. Маргарин является смесью животных жиров с растительными, которые в процессе гидрогенизации превращаются из жидких в твердые. В состав маргарина, в зависимости от его вида и назначения, входят растительные масла и животные топленые жиры того или иного вида, масло из коровьего молока, цельное и сухое молоко, сахар, соль, ароматические вещества, растительные красители, эмульгаторы, а также биологически активные добавки в виде витаминов и минералов. По калорийности маргарин не уступает сливочному маслу, но есть и более легкие сорта, калорийность которых ниже. Чтобы приблизить питательные свойства маргарина к коровьему маслу, в маргарин добавляют витамин А. Он полезен для кожи, слизистых оболочек и зрения, а также витамин Е, который необходим мышцам. В составе маргарина есть и минералы – кальций, калий, фосфор и натрий. Поскольку маргарин намного моложе масла, надо понимать, прежде всего, как его правильно выбирать. Я хочу спросить у хозяек, которые находятся у нас в студии, как вы выбираете маргарин, когда вы покупаете? На что вы обращаете внимание? Я предпочитаю сливочный маргарин с содержанием сливочного масла. Почему? Потому что я люблю больше сливочное масло, нежели маргарин. Так, логично. Еще кто как выбирает? Вы как выбираете маргарин? Здравствуйте. Ну, так как я люблю бутерброды, можно намазать. Ну, что вы любите бутерброды? Ну, вот я, чтобы намазать, чтобы вкусно было. Вы мажете маргарин на хлеб? Да, да, да. То есть вы любите бутерброды именно с маргарином? Да, он немножко бывает сладенький, немножко… Да? Вы заток маргарина? Ну, не совсем, но да. Ну, пойдемте со мной. Как вас зовут? Наталья. Наталья, давайте представим, что мы сейчас находимся в магазине с вами. И вам надо выбрать маргарин. Какой он должен быть, мягкий или жесткий? Мягкий. Мягкий. Так, значит, давайте возьмем ножичек. Этот мягкий, этот вообще твердый какой-то, этот мягкий. Значит, этот мы убираем, правильно я так понимаю? В какой причине вы выбираете именно мягкий маргарин? Ну, чтобы на бутерброд намазать. Чтобы на маску. Да. Но вдобавок к этому, мягкий маргарин содержит меньше трансжиров, соответственно, для здоровья он менее опасен, чем, допустим, маргарин жесткий. Поэтому вы делаете правильный выбор, если выбираете мягкий. Мы переходим к цвету. Давайте. Чтобы он был более похож на масло, все-таки бутерброд это, поэтому вот выбираю, который поменьше, желтый. Вот эти два варианта, да, вам больше нравится? Да, да. Менее желтый. Да, менее желтый, да. Это тоже совершенно разумно, так как в маргарине цвет в большей степени зависит от того, сколько туда добавлено красителя. Еще какие критерии выбора? Может быть, запах? Запах, ну, я как-то не обращала внимания, честное слово. Ну как, но вы когда едите бутерброд, вы же чувствуете, чем пахнет маргарин? А, ну, конечно, да. Чем ближе к сливочному маслу, тем лучше. Вот понюхайте, чем это пахнет? Ну, к сожалению, пахнет маргарином. А вот это попробуйте. Это меньше пахнет. Да, это практически не пахнет. Там как бы искусственное. Но обращать внимание на запахи, на самом деле, абсолютно не имеет никакого смысла, потому что сам по себе маргарин никакого запаха не имеет специфического. Тот запах, который ему присущ, это запах ароматизаторов, который туда добавляют производители. Поэтому, если вам кажется, что выбрав маргарин со сливочным запахом, вы получаете практически полноценную замену сливочного масла, вы ошибаетесь. Поэтому оптимальным является тот маргарин, который, во-первых, является мягким, который не имеет каких-то специфических запахов, тот, который не просрочен, и тот, который упакован в фольгированную упаковку. Вот это тот маргарин, который можно употреблять. Тем не менее, обращаю внимание на то, что маргарин – это все-таки хоть и замена сливочного масла, но замена неполноценная. Доктор, а как вы относитесь к этим пластиковым боксам, которые сейчас столь популярны? Ну, дело в том, что относиться к ним можно двояко. Если пластик произведен по соответствующей технологии, то есть для хранения пищевых продуктов, тогда он безопасен. Но другое дело, что производители могут в разных местах закупать упаковку, и, соответственно, он может быть не предназначен для хранения пищевых продуктов. Вот, поэтому я отношусь насторожен. Что и вам советуем. Спасибо большое, Наталья. Теперь вы знаете, как правильно выбирать маргарин. А мы знаем, что хотя маргарин придумали достаточно давно, и он используется как дешевый заменитель сливочного масла, тем не менее, сливочного масла он не заменяет и обладает свойствами, которые отличают его как от сливочного масла, так и от масла растительного. Спасибо большое, доктор. Ну что ж, мы знаем практически все о маргарине. Это была рубрика «Продукт. Нет».